Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Горящий кофе в саду? Похоже на чью-то глупую шутку. Но нет, это не так. В летнее время года повсюду летают насекомые. Пока мы днем находимся в саду, то комары и мошки обязательно оставят на нашем теле укусы. Конечно, против них можно использовать различные химикаты, но ими не всегда приятно дышать самим. Поэтому их можно заменить натуральной альтернативой. Знали ли вы, что напиток, который мы все привыкли пить по утрам, чтобы взбодриться, можно использовать в домашнем хозяйстве. Кофе не только поможет вам справиться с надоедливыми комарами, но и избавит ваше растение от нападения улиток и слизней. Более того, его часто используют в качестве удобрения, что позволяет растениям в саду благополучно расти и цвести. Конечно, напиток используют не в том виде, в котором мы обычно его пьем. Полезными свойствами обладает высушенная и использованная кофейная гуща. Если ее поджечь, то ароматный для нас запах отпугнет многих насекомых с дачи. Чтобы улитки перестали питаться растениями, лучше разместить ее вокруг растения. Таким образом, вредители отстанут от него и займутся другими делами. Жареный кофе прекрасно поможет вам с насекомыми. Это очень простой и эффективный способ избавиться от них. С чего начать? Возьмите тарелку и заполните ее примерно 50 граммами кофейной гущи, которая должна быть уже использованной и высушенной. Поместите блюдо в саду в том месте, где обычно скапливается большое количество насекомых, и зажгите кофе. Помните, что он быстро возгорится. Кофе будет шипеть и наполнит воздух своим приятным ароматом. Вы, наконец, сможете проводить время в саду, не боясь укусов комаров и других насекомых. Ваши растения поедают улитки? Тогда кофейная гуща снова придет вам на помощь. Распределите ее вокруг растений. Она будет работать как сдерживающий фактор. Улитке не понравится ползать среди кофейных остатков, поэтому она не подойдет к растениям. Но это еще не все полезные свойства кофе. Это, пожалуй, самый известный способ использования кофейной гущи в саду и огороде. Остатки кофе содержат азот, который действует как удобрение. Помните, что в почве азот и углерод должны быть хорошо сбалансированы. Если первого слишком много, компост начинает издавать запах. В этом случае добавьте веточки, сухие листья или опилки. А как используешь кофе ты, кроме прямого назначения? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео.